здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика наконец-то вы дождались девчонки мастер-класс платье я постаралась его сделать максимально быстро как смогла вот вязала я из вот этой вот пряжи которую я вам уже показывала это стопроцентный микроакрил 100 граммах 225 метров вот такой вот микро метраж нет 88 211 в общем все по ссылочке в описании по про эту пряжу купить посмотреть вы можете по ссылке либо либо купить подобную пряжу вот именно подобного метража она такая шелковистая она с эффектом анти пилинг либо я думала об этих пряжах которые у нас с ангурой ализе и дернат ангур арам вот эти вот все можете попробовать но она не будет таким как бы спадающим как бы вот эффект такого такого эффект такого естественно вас обвисание в общем ладно это уже вам решать к из какой пряжи вы будете вязать я вижу из этой вот что касается спит тонкими спицами показывать все буду сейчас вот у меня ниточки приготовлены все показывать буду на толстых чтобы и новички разобрались и не переживали в общем 2 миллиметра исходники вижу я спицами 22 миллиметра вот пока ширину не смотрите что прям так узко это все будет корректироваться важно тепловой обработкой далее что касается размеров сейчас выскочит прям прям сейчас все схемы я вам перед все размеры схемки на все размеры я вот сейчас вот перелистаю я все их подкорректирую к этому моменту к моменту как бы готового видео сейчас я еще в процессе схемы будут дорисовываться вот то есть все схемы которые я смогу просчитать на какой родной максимально размера чтобы вам вы были довольны схема соответствия сейчас покажу вам вот и вы берете прям фотоаппаратиком телефончиком фотографию ставите на паузу видео фотографируйте свою схему чтобы она вашего размера чтобы она у вас была в телефоне при вас еще я думаю все таки я выложу в контакте и инстаграме эти фотографии этих схем чтобы вам было проще работать вот берете листок со своей схемой именно вашего размера я буду озвучивать только размер с чтобы у меня не путался язык а вы просто вот эти вот берите за основу саму схему и подставляйте свои размеры то есть свои числа для вашего размера это несложно потому что всего деталь одна одинаковая разница только в горловине то есть вам нужно разобраться по сути с одной деталью и все поэтому я считаю это а я не буду путаться я буду лучше мысль свою направлю чтобы правильного доступнее вам объяснить после того как вы выбрали схему взяли спицы взяли нитки выбрали свою свой размер схему набираем петли всегда количество петель обратите внимание нечетное чтобы центр вот здесь вот у нас был как бы эта резинка чтобы она красиво там легла вот я для образца набираю допустим 21 петля что мы делаем здесь у меня 7 петель и по краям все я считаю включая кромочную девчонки то есть это общее количество петель не да не добавляйте кромочную вот она вот она мое и ваше на вашей схеме здесь я вижу 9 петель так первую петлю снимаю вторая петля изнаночная почему изнаночная потом легче сшивать 3 4 5 6 7 8 9 это образец девчонки вы вяжете вот эту вот цифру сейчас далее одеваете маркер вяжите цифру которая у вас стоит внутри но как бы продолжайте узор вот здесь вот у нас лицевая вы одеваете маркер или я вяжу 3 петли а вы вяжете свое количество петель по узору изнаночная лицевая изнаночная у меня если бы было 7 петель я сейчас бы провязала если бы я вязала полный размер сейчас бы провязала 7 петель вот они у меня далее второй маркер и вяжем до конца ряда опять же по узору лицевая изнаночная то есть мы провязываем первый ряд резинку один на один начинаем мы с изнаночной и разделяем наше вязание на три сектора правый левый сектор у нас остается неизменным неизменным то есть то количество петель которое у нас было в начале и в конце вот до и после маркера до первого маркера после второго маркера это количество петель на протяжении всего вязания у нас остается неизменным изнаночный ряд лицевую петлю мы вяжем под петлю изнаночную правят изнаночную провязываем обычным способом то есть это у нас полу патентная резинка маркера и даже я девчонки при всей моей не любви к маркерам я это вязание все вижу с маркерами чтобы не запутаться так изнаночный ряд я довязываю третий ряд лицевой сейчас мы будем делать первое добавление вот эту часть как я говорила в лицевом ряду мы вяжем обычную резинку один на один маркер переснимаем и после маркера я делаю воздушную петлю вот таким вот образом вяжу петли без изменения резинка и перед вторым маркером делаем воздушную петлю так вот зацепляю и одеваю то есть я добавила две петли петли добавлять мы будем через три ряда в каждом четвертом вот я этот ряд довязывая до конца теперь я три ряда провязывая без добавлений все время я вижу с вот этим вот маркером изнаночный ряд вяжу лицевую под петлю маркер переодеваю теперь те петли которые мы добавили мы их вяжем по узору то есть вот следующая у меня видите вот это добавленная петля и следующая у меня лицевая значит эту я провязываю изнаночной чтобы ее вписать в узор резинки один на один не с этими петлями мы сопоставляем а именно узор сопоставляем с этими петлями которые у нас находятся между маркерами и вот последний петлями теперь уже у нас тут не будет совпадать видите у нас сейчас две изнаночные вот сейчас я вам покажу видите вот эти петли которые вот здесь вот у меня находится маркер видите внутренняя часть будет расширяться так изнаночный ряд это один теперь я вяжу лицевой и еще один изнаночный это будет три ряда без изменений и в четвертом ряду он у нас будет лицевым я добавлю снова после первого маркера и перед вторым маркером я добавлю воздушную петлю так теперь в этом ряду он у нас четвертый мы добавляем петли снова и так далее мы будем вязать добавляя через три ряда в каждом четвертом вот после маркера делаем воздушную петлю и так далее мы будем вязать добавляя через три ряда и перед вторым маркером точно так же то есть средняя часть у нас будет расширяться продолжаем вязать вот так вот мы вяжем 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 здесь вот я покажу что мы добавляем эти петли так мои хорошие вот такое огромное большое полотно очень неудобное но вот видите вот эти наши добавления вот здесь я вот расписала вот эти две линии добавления они очень хорошо видны внутри между ними полотно прибавляющиеся вот эти добавления мы добавляем как считать девчонки считать уже по готовому полотну вот видите одна петля добавлена 2 вот по вот этим вот она очень хорошо видно по вот этим вот добавленным петлям я вязала вязала потом периодически просто пересчитывала если у вас есть счетчик рядов еще лучше вот у меня его нету и я его не и не пользуюсь вот вот в мини версии это полотно видите эта часть эта часть и средняя увеличивающиеся всего добавления 78 с одной стороны и 78 с другой стороны по у тут и по итогу на размер с у меня получилось 225 петель теперь вот вот такое полотно на данный момент она у меня есть такой вот четырехугольник вот трапеция да если так перевернуть теперь нам нужно сделать скос на рука вот здесь вот вот это будет отверстие на рукав но об этом мы потом поговорим о сантиметрах мы тоже потом поговорим после обработки если вы хотите перепроверить свою плотность и вы не вязали образ образец значит придется разутюжить части перепроверить размеры длину но лучше я вам рекомендую связать образец разутюжить и пересчитать вот эти сантиметрах все чтобы потому что плотность вязания может быть у всех разное несмотря на одинаковые нитки и одинаковые спицы вот теперь мы будем делать эти скосы для них я буду использовать в основном в своем полотне принцип незаконченных рядов если вы новичок сразу же оговорюсь я сейчас просто покажу медленно как я буду делать если вы новичок маркеры уже снимаю добавь с добавлением я заканчиваю они у меня здесь закончились я потом дорисую вот здесь я уже не добавляю все я вижу ровное полотно при этом смысле внутри ровная а по краям на незаконченными рядами вот если вы опытная вязальщица можете вязать незаконченными если для вас это слишком трудно вы просто можете в начале ряда закрывать 3 петли по 3 петли это будет то же самое по эффекту просто немного неаккуратнее будет смотреться край вот так сейчас смотрите я довязываю до конца ряда здесь у меня остается 3 петли вот каждый ряд не довязываем на 3 петли теперь вот эту мы дел так теперь мы делаем дополнительную петлю вот такую воздушную петлю в начале ряда и вяжем до конца следующего ряда и снова делаем незаконченный ряд снова делаем вот такой вот незаконченные как бы незаконченное вязание здесь не считаем мы количество петель это сейчас это сейчас все у нас для одного одинаково для всех размеров то есть мы сейчас начинаем наше полотно суживать горловине чтобы у нас был принцип спущенного как бы плеча спущенного этого рукава снова в конце ряда мы не довязываем 3 петли поворачиваемся эти оставляем не провязываем непровязанными делаем воздушную петлю и вяжем вот если вы новичок показываю теперь как закрывать если не хочется вам заморачиваться с этим потому что они в большом полотне это теряется не не очень хорошо видно вы просто вяжите до конца ряда и в начале каждого ряда с обеих сторон то есть это делается вы провязываете 3 раза по 2 петли вместе вот сократили 3 петли и вяжите до конца ряда и в начале следующего снова сокращает 5 3 петли то есть в начале каждого ряда вы провязываете ее перепекли сокращаете 3 петли то есть у закрываете 3 петли а если вы вяжете укороченными рядами то вы не довязываете 3 петли, но не до конца, а до следующих, вернее, до предыдущих трех петель, вот, теперь вот смотрите, вот это наша петля, здесь вот посложнее, почему я говорю, кто не хочет путаться, вот закрывайте по 3 петли и двигайтесь вверх, а кто хочет все-таки, кто перфекционист и хочет все-таки покрасивее вот эту линию плеча, помягче, советую делать вот этим незаконченными рядами, вот у нас первые 3 петли, мы не довязываем до 3 петли, вот если так сказать, до вот этого, вот этой воздушной петли, вот ее мы не считаем за петлю, мы вяжем, видите, здесь у нас 3 петли, мы их оставили и снова, то есть каждый раз мы будем передвигаться вот дальше и дальше, и у нас здесь вот будет оставаться по 3 петли, продвигаемся дальше, вот сейчас я вам показываю, если вы решили закрывать петли, у вас будет полотно уменьшаться, то есть петли будут закрыты, если же вы решили делать незаконченными рядами, то количество петель у вас остается тоже, но прибавляется вот эта петля, но ее вы как петлю не считаете, потом разберемся с ней, вот сейчас, когда у вас 12 раз мы делаем вот эти вот сокращения, сейчас я вам покажу в натуральном, вот видите, я закончила здесь, у меня, вот изнаночный ряд, у меня их всего 12 вот этих вот незаконченных рядов, у вас 12 вот таких вот ступенек по 3 петли, либо точно так же, как у меня 12 для всех размеров, 12 раз незаконченный ряд, и в начале вязания, и вот в конце вязания точно так же, посредине у меня осталось 153 петли для моего размера, у вас ваше число, теперь нам нужно разделить оставшиеся петли, если у вас закрыты петли, то у вас на спицах сейчас должно быть 153 петли, если оставлены, вы просто не берете в расчет эти петли, вот не считайте совершенно, берете средние 153 петли, которые остались, вот здесь вот 65, 65, и посредине 23 петли, вот я обозначила маркером, это будет наша горловина переда, так вот нарисуй образно, потому что здесь я буду рисовать подробнее, саму петли горловины, вот они 23 петли для всех размеров, теперь мы их закроем, центральные 23 петли, вот видите, вот эти петли я не считаю, сейчас у меня 65 петель до маркера, здесь я соответственно сделала эту воздушную петлю, и а здесь же продолжаю делать эти, ой, забыла сказать, а по бокам я все равно продолжаю не довязывать по 3 петли, то есть в данный момент у меня 65 петель здесь и здесь, но я все равно продолжаю либо сокращать, либо не довязывать 3 петли, то есть этот скос у нас продолжает формироваться, и одновременно мы будем вывязывать горловину переда, так, я сейчас вяжу до маркера, вот, довязала я до первого маркера, теперь я его снимаю, он дальше нам не нужен, это сейчас я просто обозначила средние 23 петли, и закрываю 23 петли, 1, 2, 20, 21, 22, вот видите, 22, но петля здесь 23 осталась, я снимаю маркер, провязываю еще 2 вместе, и 23 петли, вот она наша горловина, и теперь вырез на горловину, теперь мы заканчиваем каждую сторону отдельно, опять же, в конце не забываем, либо закрывать в начале ряда, либо не довязывать 3 петли, так, вот, осталось у меня 3 петли, то есть сейчас я провязала не 65, как у меня получилось при разделе петель, а 62, потому что 3 петли я не довязала, я продолжаю делать вот эти вот, оставлять петли, вязать незаконченные ряды, но в данную минуту только на одной стороне, изнаночный ряд вяжу, так, провязала я изнаночный ряд, теперь следующий, следующий лицевой, здесь у нас будут сокращения, теперь таким вот образом, 3, 2, 1, ой, 1, 3, на обеих сторонах, сейчас мы вяжем вот эту, оно все будет одинаково, так, значит, вот, мы находимся в центре, ориентируемся, раз мы в центре, значит, нам нужно делать закрытие, закрывать петли для горловины, закрываем первый раз 3 петли, 2, 2, 2, и 3, и вяжем до конца ряда, в конце ряда, 3 петли не довязываем, изнаночный ряд, и следующим лицевом, я закрою 2 петли, потом 1 и 1, таким вот образом, значит, закрываем мы 3, 2, 1, и 1 петлю, и далее мы вяжем ровно, при этом, ровно, какое-то время, при этом продолжая здесь закрывать, или не довязывать по 3 петли, то есть, вот если на этой общей картинке, вот здесь мы уже вяжем ровно, но скос у нас продолжает вырисовываться, вот показываю, 3, 2, 1, и 1, здесь видно, вот теперь я просто вяжу, здесь снимаю нормальным ровным вязанием, при этом, в конце ряда, сейчас покажу, если вы петли закрывали, то у вас уже совсем мало осталось петель, на этом, на спицах, вот именно на этой половиночке, конечно же, если закрывать петли, то намного удобнее, меньше болтается под руками, меньше полотно, меньше спиц, меньше петель на спицах, вот, то есть, видите, в работе у меня всего столько петель, у вас, если вы закрывали петлю, у вас вот этого ничего нету, вы просто завязываете, эту часть, то есть, плечо, вот он мой скос, смотрите, как его хорошо видно, вот петли, которые остались, если вы закрывали петлю, вот у вас это осталось, я провязала, ой, видите, еще не осталось, потому что, вот здесь ровные петли, я провязала 10 рядов еще, рядов, вот это, от сокращений, от этих сокращений, вверх, ровно, со стороны горловины, 10 рядов, вот они, здесь у нас ровная часть осталась, а здесь у нас, всего 22, если считать сначала, сокращение по 3 петли, всего 22, то есть, это я показываю здесь, вот у меня 12, а вот это всего 22, до сюда, вот они, и теперь, нам нужно их соединить, в одно вязание, и закрыть, если же вы закрывали, по 3 петли, то у вас осталось, вот эти, вот маленькое количество петель, но оно может варьироваться, в зависимости от размера, у меня меньше всего, но вы его просто закрываете, если же вы вязали, незаконченными рядами, вяжем один ряд, вот таким вот образом, то есть, соединим эти петли, незаконченные ряды, и вот, когда мы довязали, до вот этой воздушной петли, которую мы делали, мы ее провязываем, со следующей петлей, по узору, вот следующая петля, у меня изнаночная, я ее провязываю, и все, вот так вот, все эти петли, я провязываю, со следующей петлей, то есть, благодаря этой петле, у нас не будет здесь дырок, то есть, эти незаконченные ряды, не будут образовывать дырочки, все будет очень аккуратно, и без изъянов, вот, я довязала до конца ряда, девчонки, смотрите, все петельки у нас соединились, в красивую линию, и теперь, я все петли закрываю, когда я закрою все петли, я точно так же, довяжу вот эту вот часть, точно так же, сделаю эти сокращения, то есть, все, в зеркальном отображении, доделаю, левую сторону, сейчас закрою все петли, и потом, вывяжу вот эту вот часть, полностью одинаково, и так, девчонки, подведем итог, наш, он еще примет форму, после влажности, тепловой обработки, этот вырез, вот, будет он такой вот, овальный, вот, наша, наш, вперед, такие вот скосы, сейчас, если сложить, попал, оно будет все одинаково, у нас идентично, вот такая вот, у нас деталь переда, теперь, что касается спинки, девчонки, спинка у нас, вяжется точно таким же образом, вот, это черновик, я вам нарисую, все красиво, все будет понятно, девчонки, на фотографиях, так что, сфотографируйте себе, и следуйте своей схеме, здесь я просто, это черновик, то есть, вы точно так же, вяжете свой, перед, свою спинку, и точно так же, начинаете здесь, убирать по 3 петли, но только, 17 раз, вот, и мы начинаем делать то же самое, то есть, закрываем средние 23 петли, то же самое, что мы делали на передней детали, мы делаем на задней детали, то есть, закрываем средние 23 петли, потом 3, 2, 1, 1, но, здесь мы не вяжем вот эту ровную часть, то есть, мы, вот это повторили, все петли закрыли, здесь повторили, все петли закрыли, поэтому, мы вяжем выше, мы восполняем эту часть, то есть, 17 раз мы делаем вот это по 3, вот, и, с этого момента, мы начинаем делать вот эту вот горловину, то есть, вот этой ровной части, у нас просто не будет, мы ее делаем выше, здесь у меня 45 и 45 петель, вот, вот в этих местах, но это для размера S, вот, и сейчас я вот это вот все повторю, сделаю вот такой вот маленький вырез, и закончу вязание, так, смотрите, девчонки, вот сейчас я связала уже вверх, вот он, вот он, хочу вам просто показать, вот видите, китайские спицы, выбросить, потому что, деревянные уже, над тех я еще леску могу, прицепить, а на этих, пока связала платье, осталась одна леска, две спицы отдельно, вот, вот разница, я сейчас складываю лицевыми сторонами вовнутрь, видите, как блестят эти ниточки, они такие шелковистые и падающие, что нам нужно, как бы для этого платья, вот такая вот разница между горловиной, теперь хочу еще сказать, по поводу обработки, по поводу этого, я разутюживала свои детали, я знаю эти нитки, знаю, что при намачивании, они возвращаются на место, то есть, из этих ниток, из этой пряжи, нужно только утюжить, но утюжила, не прям так, злостно разутюживала, а средний пар, и легонечко, я придавала форму, больше растягивала, сто к сторонам, вот видите, здесь вот прекрасно, это видно, то есть, не в длину, а в стороны, в длину оно и так обвиснет на нас, нам полотно нужно, как бы раздать по сторонам, так, теперь, вот эти вот плечевые швы, я сшиваю, соединила, просто лицевыми сторонами, вовнутрь, и, что касается вас, девчонки, хотела еще сказать, по поводу вашей обработки, я же не знаю, с какой пряжи, вы будете вязать, поэтому смотрите, желательно, я вам, я действительно на кусочке пробовала, смотрите, сейчас я вам для примера покажу, видите, из этих ниток, здесь я разутюжила, прям так жестоко, и вот насколько оно, как бы, разутюжилось, поэтому, я попробовала, для начала, связать образец, вот если вы его связали, в начале, то, на нем, пробуйте обработку, попробуйте постирать, разложить, дать высохнуть, как полотно будет выглядеть, и потом, попробуйте, разутюжить, и только потом, потому что, очень опасно, на такой большой детали, это все дело делать, потому что, не хочется же, испортить, такой большой труд, я вот тоже, я три раза перекрестилась, прежде, чем, утюжила, все, я сшиваю оба вот этих плечевых шла, девчонки, потом мы приступим к горловине, так, вот сшила я эти плечики, оба, теперь, по лицевой стороне, я буду набирать петли, возле шла, вывязать, чтобы ее потом, в шов спрятать, так, и набираю петли, но набираю не из ряд, так как вязание, у нас здесь, свободное, а горловина будет потуже, то набираю петли, я вот так вот, близко друг к дружке, пытаюсь продеть, спицу туда, где минимальная вероятность, образование, такой дырки, некрасивой, вот так вот, по кругу я набираю петли, скажу вам, в конце, сколько будет петель, вот видите, примерно, с какой частотой, так вот, набираю по кругу, так вот, теперь смотрите, набрала я 116 петель, по кругу, вот все мое вязание, вязать буду по кругу, на круговых спицах, так, 116 петель, забыла сказать, обязательно, девчонки, мы потом будем провязать, вязать резинкой, один на один, чтобы все у вас совпадали, петлю, то есть, число, кратное двум, чтобы делилось на два, первый ряд, для красоты, мы вяжем, изнаночными петлями, один круг, один кружочек, вот видите, провязала я один ряд, ряд по кругу, изнаночными петлями, теперь буду, вязать резинкой, один на один, просто этот, изнаночный ряд, чтобы было красивенько, и теперь вяжу всю планку, резинкой, один на один, так, мои хорошие, вот смотрите, провязала я, сколько горловины, одиннадцать рядов, если считать изнаночные, то двенадцать, и в сантиметрах, это у меня три сантиметра, теперь по кругу, я буду закрывать все петли, я надеюсь, что вам сейчас будет видно, вот, для этого, я буду закрывать, как бы по узору петли, чтобы был край, у нас красивой, этой резинки, значит, первую петлю, я провязываю, как лежат петли, лицевой, следующую, изнаночной, и вторую петлю, я продеваю через первую, далее, лицевая, продеваю, то есть, я вяжу петли по узору, и потом, эти петли, продеваю, изнаночная, и так по кругу, краешек получается симпатичным, и эластичным, продолжаем закрывать, закрываю все петли по кругу, далее мы продолжим, так, мои хорошие, вот, теперь, вот, смотрим, я закрыла все петли, теперь, иголочкой, я продену, вот, эту, вот, нить, как бы, этот, краешек, обработаю, вот так, вот, стяну, узелочком, и наизнанку, его выведу, вот, так, это дело я обрежу, теперь, девчонки, следующий этап, вот эти боковые части, мы их сшиваем, оставим отверстие для рукава, вот, сшиваем, здесь у меня 15 сантиметров, еще раз повторюсь, у каждого будет своя схема, и будут отличаться цифры, ну, вот, кроме, вот этих сокращений, добавлений, вот, но каждый смотрит на свою схему, у меня это 15 сантиметров, то есть, я боковую, боковушку сшила, вот, смотрите, и оставила 15 сантиметров отверстие, оставила вот такую вот нить, для сшивания, и теперь еще один момент, манжет, манжет, я набрала, 50 петель, связан он резинкой, один на один, 50 петель, и высота 40 рядов, в сантиметрах, сейчас я вам скажу, это в спокойном состоянии, понятное дело, что оно будет растягиваться, ширина 13 сантиметров, высота 10 сантиметров, так, теперь, каждый манжет, я сшиваю, папа, в смысле, вкладываю, и сшиваю, чтобы можно, теперь, пока буду сшивать, немного скажу, что, если вы, это я показала, чтобы видно было, что это, квадрат прямоугольник, 50 петель, это для размера S, у вас будет, опять же, своя цифра, вот, но, если вы, продвинутая уже, вязальщица, и, хотите, прям, красивое, красивое, обрамление, всего оформления, лучше, наберите, эти петли, вот здесь, вот, по кругу, точно так же, как горловину, и свяжите, эту резинку, в круговую, но, я, так, не люблю, вот эти, горловина, уже, как горловина, знаете, это, уже, я, приняла, как, когда, главность, потому, что, горловина, очень, желательно, чтобы, была, в круговую, а, вот, здесь, вот, я, уже, конечно, расслабилась, и, сделала, вот, таким, вот, образом, но, если, вы, свяжете, в круговую, и наберете петли из этого отверстия, будет красивее, аккуратнее и симпатичнее, вот, если же вы новичок, повторяйте за мной, чтобы было понятно, вот, так, ну, все, в принципе, это все, по сути, я все сказала, все, как бы, оговорила, думаю, что всем все понятно, единственное, если вы вяжете из другой пряжи, очень аккуратно, с влажно-тепловой обработкой, для, обработкой, для начала, обязательно, образец, обязательно, перепроверить плотность вязания, вот, обязательно, перед ВТО, постирать, разложить, разутюжить, ну, в общем, сделать все, все возможные манипуляции, и выбрать то, что, подходит именно в вашей пряже, вот, мой совет, ну, в принципе, все, так, теперь, мы, вот, этот манжет, вставляем в отверстие, и оно, у нас, вот, половину, я совмещаю, буду натягивать, это все дело, потому, что, нам нужно, эффект стянутости, там, даже на фотографии, видно, что, здесь, оно, как бы, покрывает этот манжет, вот, мы, сделаем то же самое, здесь же, этот шов, мы совмещаем с этим, и, растягивая, пришиваем, конечно же, если вы набираете петли, вам этого, в этом моменте, вам будет проще, потому, что, вы просто, набрали, с каждой стороны, по 25 петель, и все, и потом, получился, эффект стянутости, я думаю, достаточно будет, из каждой кромочной, вот, в общем, я пришиваю этот рукав, уже не буду, вас напрягать, сейчас я вот, продену все эти ниточки, которые, у вас должно получиться, вот такая вот, штукенция, вот он манжет, не осталось, видите, он, вот, будет на руке, ну, сейчас вы все увидите, все, я вам покажу, продену нитки, и, покажу вам, что у меня получилось, и вот, я вам покажу, Продолжение следует...